Туберкулёз остается одной из самых распространённых инфекций в мире, является социально значимым заболеванием. Всемирной организацией здравоохранения туберкулёз был признан глобальной проблемой и 24 марта объявлен Всемирным днём борьбы с туберкулёзом. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, более 120 лет назад, Роберт Кох выступил с сенсационным для научной общественности заявлением. Он объявил об открытии возбудителя этого опасного заболевания – микробактерии туберкулёза. На данный момент, несмотря на все успехи медицины, туберкулёз остаётся убийцей номер один в мире. От него умирает больше людей, чем от всех инфекционных болезней вместе взятых. Всём износительно больше. То есть, если в структуре инфекционных болезней, на структуре взятие за 100%, то, по разным данным, от туберкулёза умирает от 50, от 60 до 70% пациентов. Только до 40-30, 30-40% приходится на смертность от других болезней. За 2014 год заболеваемость составила порядка 44 человек на 100 тысяч. Это чуть больше, чем в среднем по Московской области. Но, в принципе, цифры стабильные. Последние несколько лет не растут. Это очень хорошо, потому что не так давно мы наблюдали рост заболеваемости. Существует две формы туберкулёза – закрытая и открытая. Но надо помнить, что закрытая форма может перейти в другую стадию, которая уже опасна для окружающих. Есть клинические формы туберкулёза. Есть малые формы, есть распространённые. Заразные формы чаще всего как раз распространённые с деструкцией. Когда начинает разрушаться лёгочная ткань, человек становится опасным для окружающих. Поэтому выявлять туберкулёз желательно на ранних стадиях. То есть малые формы, когда человек опасности для окружающих не представляет. Известно, что главным средством профилактики туберкулёза является вакцинация. Мы стараемся простимулировать как раз у детей этот иммунитет, проводя вакцинацию БЦЖ. Ребёнок рождается, в принципе, без иммунитета, туберкулёзу практически. И чтобы у него была какая-то защита, мы прививаем ослабленную микобактерию. Это штамп бацилла кальмета гирена, отсюда название, БЦЖ. Чтобы нарабатывался... То есть организм ребёнка знакомится с туберкулёзной инфекцией и начинает нарабатывать собственный иммунитет. То есть собственную защиту. Если ребёнка не привить, защиты у него от туберкулёза, от инфекции не будет, он может заболеть. Причём дети болеют довольно-таки остро, остропрогрессирующие формы. Это очень опасно. Для выявления туберкулёза у детей и подростков используется туберкулинодиагностика, более известная под названием проба МАНТУ. Для детей до 15 лет большое значение имеет туберкулинодиагностика, то есть проведение пробы МАНТУ. Мы детям плюрографию проводим, рентгенографию проводим только при серьёзных подозрениях на туберкулёз. А профилактически проводим реакцию МАНТУ, смотрим папулу, как она себя ведёт, из года в год нарастает, уменьшается. При вираже, так называемом, когда папулу резко нарастает, проводим более комплексное обследование детей. А основным методом раннего выявления заболевания у взрослых является флюорография. Малые формы действительно текут бессимптомно, и именно поэтому была введена система профилактической флюорографии. Своевременное обследование, то есть профилактическое флюорографическое обследование, ну хотя бы раз в два года для жителей России было бы оптимально. Ну можно и раз в год, это ещё лучше. То есть малые формы туберкулёза себя никак не проявляют. И выявить заболевание мы можем только при проведении флюорографии. Он если видит, что имеется лёгочная патология, которую, ну, рентгенолог, он же специалист, он может по рентген-картине заподозрить, что данное изменение мог вызвать туберкулёз. Он даёт рекомендацию обратиться к фтизиатру по месту жительства. И пациент сам приходит. Ну вот, кстати, если рекомендует, я тоже всем советую, если рентгенолог порекомендовал обратиться к фтизиатру, не игнорировать эту рекомендацию, приходить да, обследоваться. Туберкулёз не развивается бессимптомно. И рано или поздно он даст о себе знать. Симптомы есть общие и лёгочные. При туберкулёзе, вот когда уже развивается заболевание, так сказать, уже немалые формы, а уже процесс, так сказать, пошёл, значит, лёгочные симптомы. В первую очередь кашель, причём длительный. Три недели боли, если кашель, человека беспокоит, ничем не поддаётся лечению. Повод провести флюорографию, посмотреть, всё ли в порядке у лёгких. Боль в грудной клетке, клетки, связанная с актом дыхания. То есть не просто боль, а вот человек дыхает и начинает колоть. Дыхает, тоже боль. Без дыхания, ну, в смысле, вот, в паузу боли нет. То есть боль, связанная с актом дыхания, тоже подозрительна на процесс, какой-то процесс у лёгких. Так, одышка при, ну, это не очень характерный симптом, но при, опять же, распространённых формах, когда лёгочная поверхность дыхательная, её площадь уменьшается, начинается недостаток кислорода, у человека появляется одышка. То есть у него при нагрузке не хватает воздуха. То есть появляется учащённое, усиленное дыхание. Ну, разумеется, кровохарканье. Ну, кстати, сразу всех проинструктирую. Многие не знают, даже я так сталкиваюсь, что некоторые врачи не знают, что кровохарканье – это скоропомощной случай. Если заметили кровохарканье, не дай бог у себя или у кого-то из близких, это повод вызвать скорую помощь. Необходимо человека, на кого госпитализировать и выяснять источник кровотечения. Если это лёгочное кровохарканье из лёгких, такое кровохарканье может быстро перейти в лёгочное кровотечение, которое остановить будет очень тяжело, это смертельно опасно. Обычно, когда появляются симптомы, лечить уже тяжело. Фактор времени упущен. И это уже распространённые формы, которые поддаются лечению гораздо хуже. Ввиду того, что в открытой природе во всех странах имеется значительный резервуар туберкулёзной инфекции, практически две трети населения планеты инфицируются микробактериями. Однако у большинства инфицированных никогда не развивается сам туберкулёз. Живя в большом городе, вы постоянно находитесь в социуме и часто сталкиваетесь с людьми, которые болеют туберкулёзом, зачастую об этом не зная. И вы можете от них заразиться. Контакт с туберкулёзной инфекцией в течение жизни у человека происходит рано или поздно. И заболеет он или нет, в основном зависит от самого организма, то есть от самого человека. Если он ведёт асоциальный образ жизни, то развитие заболевания более вероятно. Но бывает, что человек следит за собой, соблюдает все правила, но есть индивидуальная восприимчивость к туберкулёзу, он всё равно заболеет. Но не стоит отчаиваться, туберкулёз очень опасен, но излечим. Сейчас, конечно, мы столкнулись ещё с устойчивым к лечению туберкулёзом, который растёт, его и ширится, так сказать. Но на самом деле, если брать, так сказать, классический туберкулёз, он сейчас хорошо поддаётся лечению. Лечение, правда, длительное, но вот, можете обратить внимание, вот лежат карты пациентов, это все приготовлены на снятие с учёта по выздоровлению. То есть выздоравливают. Я постоянно снимаю тех, кто выполняет все рекомендации, проходит полностью курс лечения, выздоравливают, и в основном больше не болеют, хотя рецидивы тоже возможны. Будьте внимательны к себе и к своему здоровью. Находите время и регулярно делайте флюорографию. Чем более открыты вы будете к этой проблеме, тем больше шансов не заболеть вам и победить туберкулёз в обществе всем нам. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова